С вами Борис Тенцер и программа Контакт по понедельникам Здравствуйте, у нас сегодня понедельник Но понедельник, вы знаете, в общем-то день интересный Потому что это начало чего-то нового Это как бы начало недели А у нас еще там уже апрель, у нас там уже весна И каждый понедельник, когда мы начинаем передачу Вы знаете, что у нас всегда бывают интересные гости Но вообще хорошо начинать понедельник с гостей У меня уже даже такая как бы выработалось ощущение привычки Что понедельник у меня должны быть гости Утром это в студии Вечером я часто встречаюсь с людьми еще Мне интересными и приятными Но вот когда в гости в студию к вам Ко мне приходят люди Да еще одесситы Да еще, в общем-то, люди с выдумкой Тогда это, в общем-то, получается не просто понедельник Как какой-то такой, знаете, праздничный понедельник И действительно сегодня такой понедельник Вот у меня в руках, я еще никогда вообще в эфире вот не ел Вот у меня в руках галушка, да Вкусно Я могу объяснить, в чем дело Накануне Одесситы мне сказали У них праздник, юморина У них день Одессы И сказали, что придут гости Они говорят, а вообще можно нормально прийти в гости Я говорю, а что значит нормально Приходите, как все нормальные люди приходят И они пришли Сейчас, когда я буду вас знакомить Вы увидите стол Который они, оказывается, не просто Пришли с угощением Вот хорошие гости, когда приходят с угощениями Те, кто еще не завтракал Я хочу придурить вас Пожалуйста У вас будет хороший повод иметь приятный аппетит И вместе с нами позавтракать Итак, сегодня у нас в гостях одесситы Здравствуйте, господа одесситы У нас сегодня в гостях Борис Талис Добрый день, тезка Борис Талис у нас вице-президент землячества Землячества одесситы в Нью-Йорке Точно И у нас в гостях Дэвид Таужнянский Добрый день Основатель, организатор Да, да И руководитель Масса, да Руководитель Дни Одессы в Нью-Йорке Скажите, вот это все угощения Вот я сейчас смотрю Огурки Огурки Это из Одессы А это все одесское? Сало из Одессы Колбаска из Одессы А это кафе Глэча Города Нью-Йорка А это кафе Глэча Хорошо, мы обо всем Это приятно И главное, что вкусно Я вижу, что колбаска у нас такая Это тоже одесская, да? Домашняя Домашняя одесская Пока тут Борис наливает Я хочу сказать вам, уважаемые телезрители О том, что Дэвид Таужнянский Только что вернулся из Одессы В Одессе, как всегда, была юморина Юморина 2007 года И поэтому у нас будет возможность Немножко посмотреть, что это такое Юморина в Одессе На волне вот этой юморины Мы с вами сегодня и будем встречать Одесских гостей И говорить вообще О том празднике, который предстоит И нас здесь, в Нью-Йорке Но об этом расскажут наши гости А вначале мы с вами посмотрим Маленький сюжет Который был снят в Одессе Буквально несколько дней назад Дэвид, это когда было снято? 1 апреля, в день юморины В день юморины, 1 апреля Пожалуйста, Наташа, покажите сюжет День юморского казачества Это вот, как бы, праздник города, да? Много людей собирается? В 6 часов утра Колоссальное количество автобусов Из Киева, Днепропетровска, Донецка Николаева, Херсона, Первограда Это обязательная гость Одесситы, которые в командировке Считают, что 1 апреля надо быть дома Потому что вот эта колонна То есть это не рабочий день, чтобы не было Даже если это... Ну, в этом году совпало с воскресным Днем, но обычно мэрия города, которая... И вот так все идут на центральная улица Это что за улица? Значит, собираются все на Садовое Одесситы знают Это самый центр города Потом движется колонна 2 тысячи человек В этом году День бесплатного лечения Это юмор, день бесплатного лечения? Да, это... Сейчас я вам объясню Дело в том, что сначала давайте о колонне 2 тысячи человек Которые выстраиваются И потом идут по Дерибасовской По Решельевской До вокзала Куликовое поле И проходят парадом Перед почетными гостями Перед зрителями Количество народу Тут посчитали, что чуть ли в этот день До 200 тысяч человек Прибывает в город Колонна обычно идет... Приезжих или вообще участников? Я имею ввиду 200 тысяч людей Которые смотрят данное представление Театральная площадка возле Оперного театра Театральная площадка возле Дюка Решелье Театральная площадка Греческая площадь И огромнейшая бешеная театральная площадка На Куликовом поле Где в этом году Верка Сердючка Кролики Братья Пономаренки Шифры А как давно вообще вся эта традиция в Одессе? Рассказываю 34 года На следующий год 1 апреля 35 лет юморине И она была такая же юморная При советской власти? При советской власти При советской власти Я был несколько лет директором юморины Юморина была только по театральным площадкам То есть в Оперном театре В Русском театре В музыкальном театре А надо было? Вы были прямо руководителем вот этого мероприятия? Было такое дело, да А скажите... Но не было колонны Не шла тогда вот эта демонстрация Но надо было... Как бы... Режиссеры должны были в цензуре там заверять Что будут говорить? Какой юмор будет произноситься? Не, ну тогда нет И вы имеете ввиду профессиональных актеров? Нет, нет Тех, которые приезжали в театр Были у вас там где-то выступали В обязательном порядке Если у них было что-то там такое скользенькое Вот Зиновий Висаковский Обязательно возил заверенное всеми литами Потому что если он приезжал А в компартии можно сказать Это не читать Сергей Юрский ему говорили Это не читать Они вынимали гели У нас залитово У нас все в порядке Прекрасно Борис, а вот вы редактор газеты Одесса на Гудзоне Это у нас серьезное такое Да, да, да Вот Одесса на Гудзоне Это вы придумали это название? Да Почему, наверное, вы хотите спросить? Почему Одесса или почему на Гудзоне? Почему на Гудзоне? Ну дело в том, что одесситов здесь говорят Ну говорите тоже говорят у нас в Одессе Около 80 тысяч человек Только в Нью-Йорке? Только в Нью-Йорке Они приехали в 69-м, 68-м, 67-м годах И, конечно, им нужен был печатный орган Вот орган этот и называется Одесса на Гудзоне Но я знаю, что в вашей газете часто бывает юмор Юмор есть А вот вы тоже летуете? Это тоже в цензор Отправляетесь в райком Бруклинский райком партии Здесь нет Обл-лит, гор-лит, рай-лит Нет, семейного Семейного лита тоже нет Здесь 80 страниц Все они не только для одесситов А для всех тех, кто хочет узнать что-нибудь интересное Ну, например, ну давайте Ну, какой они так Там что-нибудь одну шуточку Ну, учитывая, что Ну, украинец пришел Украинец пришел на еврейскую свадьбу Ну, выпил горилочки, вот как здесь И начал шарить глазами по столу В поисках куска сала А сала нет Ну, он говорит Слушайте, ребята, хлопцы А где же сало? А мы сало не едим Украинец развел руками Нет, я, конечно, понимаю, что сало дело святое Но не настолько же Да, действительно У нас здесь на столе С учетом того, что сейчас у нас пасхальные праздники И в них участвует Как бы совпали с пасхальные праздники Всех возможных и конфессий, и религий И, во-первых, началось это с еврейской Пасхи Песоха И теперь это католический и так далее У нас действительно на столе есть сало Это одесское сало Да, вы прямо при бизнесе Это для тех, которые Которые соблюдают другое А вот у нас есть и бацан Мацан, прекрасно Это у нас, да, это у нас еврейский, да И кошерная водочка И кошерная водочка, да Значит, это все очень Ну, давайте уже наконец выпьем Ну, только мы так немножко, да, да Ну, чтобы в Одессе, как говорят в Одессе, чтобы все были здоровы Все в вероисповедании Ну, как говорят евреи, до 120 До 120 Ой, хорошо Хорошо, хорошо И главное, это не разбавленное, да, это натуральное Не-не, это как положено Скажите, а вот в Одессе сейчас Люди нормально Вот, Дэвид, вы только что вернулись в Одессу Поэтому мне просто интересно В Одессе сейчас Как относятся к Америке? По-разному Ну, это одесский ответ, я понимаю Но вообще Американцы, это друзья или враги? Потому что многие из России Мне сказали, что сегодня Как бы климат отношения к Америке Он немножко меняется Меняется в худшую сторону Да, а на Украине? То же самое из-за разногласий Януковича и Ющенко Мы не будем сейчас ходить там в политику Да, никаких поэм Ну, ради этого-то защитить было из Одессы Из-за того, что идет борьба на верхушках власти Все время говорят о том, что это американцы, это американцы Они разваливают, они разваливают А вот так, да? Да, и поэтому последнее время Ну, вот три года, четыре года тому назад И еще до того К американцам относились очень и очень хорошо Поменяли точку зрения То есть вы прямо это почувствовали? Вот сейчас вы приехали Вы только что вернулись там Два-три дня назад Ну, во-первых, я не говорю, что я из Америки Ну, вся Одесса, в общем-то, знает, что я живу в Нью-Йорке И знает, что Блинком Александр Краснопольский, Лев Котляр и я Каждый год обязательно приезжаем на Юморину По приглашению оргкомитета той Юморины И горосполкома Что было и в этот раз Вы были гостями, то есть они вас пригласили Это все официально Все официально Это не то, что вот добрый дядюшка сам уплатил, приехал Нет, нет, это все по приглашению оргкомитета Юморины И горосполкома И еще я хочу сказать, что каждый год уже 6 лет 27 марта день, Международный день театра И актеры Одесского театра Котляр и Краснопольский По решению общего жюри Вручает свои денежные премии Да-да Свои очень красивые статуэтки, призы Лучшим актерам театрального сезона Вот с этого, собственно, и начинается дальше празднование Юморина Так вот в этом году, когда полный зал людей приветствовал моих дорогих ребят с Блинкома, когда вручали премию То вот они знают, что это американцы, но американцы, которые помогают актерам Но в принципе отношения в последнее время стало немножко, на мой взгляд, хуже Понятно Скажите, пожалуйста А вот часто мы говорим Одесский юмор, Юморина А есть еще какие-либо такого типа Юморины в других городах вообще? Ну вот Габрово я слышал когда-то, было в Габрово, например Там был фестиваль юмора Фестиваль юмора, да Ну а есть в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, где мы дважды участвовали Шоу-театр Нью-Йоркский Блинком И получили впервые в истории Золотого Остапа Который уехал за границу Вот он международный фестиваль сатира и юмора Обычно он проходит где-то к концу апреля Где? В Санкт-Петербург А тоже в Санкт-Петербурге? А Москва не шутит? Москва, ну так, может быть и подшутит Пытались сделать в Киеве Я просто вас почему спрашиваю, поскольку вы как один из организаторов вот этой юморины 30 и так далее, и так далее, и так далее лет Наверняка имели какие-то контакты с другими городами Мне просто интересно, какая-то традиция Нет контактов, здесь контакт, а там контактов нет Продолжается контакт здесь Так что в этом отношении юморина в Одессе уникальна Понимаете, в Киеве бушуют страсти, в Киеве на Майдане опять же вот эта вот политика А тут такое впечатление, что нет ничего А что, вот в юморине, вот в этих, ну как бы демонстрантах, которые идут Что, никак не присутствует политика? Никакой политика, ну вот я могу вам зачитать Вот в этом календаре, это был календарь праздников День рождения Ильфа и Петрова Группа Ну да Каре Золотая свадьба Кости Моряка День зарубежной поэзии Собрались студентов из Африки Одели всех черных, естественного цвета Одели в них специальные белые костюмы Наклеили бакирон, всех сделали под Пушкина Впереди шел портрет Пушкина Шел Эфио И они сзади, все вот это с этими танцами Это называлось День зарубежной поэзии Ну, если учесть, что был праздник День маленького Парижа в Большой Одессе Вот актеры русского театра, где я когда-то работал Дюк де Ришелье Де Валан Дерри Бас Ланжерон Все это в костюмах Родные люди Все это родные люди и так далее Было задействовано очень много оркестров 34 блока, было 11 оркестров Это звучали совершенно разные Прям оркестры, не оркестры И звучало очень много Один из музыкантов недавно умер Да, к сожалению моему и не только моему Седьмого числа, седьмого апреля Театральная Одесса, музыкальная Одесса Прощалась с Евгением Лапейко 54 года Великолепный композитор Великолепный художественный Музыкальный руководитель команд КВН Первый создатель рок-оперы в Украине Я хочу только сказать, что память о нем будет жить В тех спектаклях, которые сегодня идут в Одессе Это Ромео Джульетта, это Ви, это Степан Разин Это Пеппи Длинный Чулок Его музыка звучит И как мне передали по телефону Что собралось просто Немоверное количество народу Попрощаться с этим светлейшим парнем Хорошо Борис, я хотел вас спросить Вы, кроме того, что вы редактор Вы еще успеваете быть вице-президентом И мы даже вас, как бы, так и подписали Вице-президент землячества Одесситов в Нью-Йорке Вот то, что вот сейчас Дэвид рассказывает Это как-то впечатляет американских Одесситов Не берут завитки Что вот они там такое проводят Они живут такой жизнью, такой, такой А мы тут живем такой жизнью Но, Борис, вы ведь знаете, что Бензен Херсон называется Little Italy А Брайтон Бич называется маленькая Одесса Именно поэтому мы и берем пример с Большой Одессы И чуть попозже мы расскажем, что мы хотим натворить На Брайтоне 15 апреля И не только на Брайтоне Но это чуть-чуть попозже Хорошо, а вы могли бы сказать просто Вот о землячестве Одессита Вот чуть-чуть, хотя бы я хотел спросить Такой момент Есть Одесская землячество? Одессита, да? Одесская? Я правильно произношел? Да, конечно На этот раз, да За 4 года наших встреч Раз в году мы точно встречаемся Я готовлюсь Я накануне готовлюсь Одессит не говорите Нет Одессит вот так говорите Мягко, нежно, ласково, Одесса Одесса, Одесса, да Я уже научился Скажите, пожалуйста Спасибо А вот есть ведь много других землячеств Есть землячества выходцев из Черновцов Волг, Белоруссии И так далее Но я мало довольно слышу о других землячествах Вот Одесское землячество, оно как-то Оно все время слышно Это чем? Это у вас сидит в крови, что ли, такое? Ну, вне всякого сомнения Южный темперамент И, конечно, наверное, от того, что мы часто ездим в другие страны Вот, например Вопрос такой Ицик, ты был на Кипре? Был А в Греции ты был? Был Ну и где лучше? Ой, я не знаю Я везде был с женой и с детьми Я думал, что он везде был без Одессы Это точно Но мы чуть попозже расскажем более подробно об этом Действительно, землячество одесситов существует И в отличие от других Я прошу прощения, я их очень уважаю, другие землячества У них, в основном, все это застолье ресторанное А у нас вот здесь, в студии О, это классно Это хорошая идея Во-первых Во-первых, это здесь Во-вторых, мы проведем наш праздник на Бордвалке И недалеко от Шорт-Рунд-Вайму Мы еще поговорим Хорошо, мы сейчас посмотрим еще маленький эпизод Снятый в Одессе Наташа, покажите, пожалуйста, нам еще один эпизод с парада Вот парад День честного таможенника Это было очень интересно Это честно? Это да? А потому что сзади едет огромная машина С огромными чемоданами и сумками На которые написано Вон, видите, вот-вот-вот она подъезжает Конфискат Конфискат Народ это поддерживает А дальше идут же лозунги прекрасные Таможня отдает добро Ну и тогда Вот, видите, сейчас там Скажите, а вот кто идет в этой колонии? Люди, работающие в таможне? Нет, нет, нет Или это те, которые обижены таможней? Нет, нет, это заранее есть план Есть знаменитая Аня Чернобродская Великолепный режиссер Есть мэрия города, которая утверждает Боря, какие девочки идут? Одессит? Кого-то? Да, это барабанщица уже пошла Это Аник вспоминал ваш герой из анекдота Что ему было скучно в Греции Без одесских девочек Это все утверждается мэрией Полностью сценарий Конкретно Но вообще это контролирует мэр города, да? Вообще это контролирует Татьяна Федирко Которая была у вас Вот день еще стукача День стукача Это же праздники Вся колонна Это был календарь Что такое стукач? Ну, это доносчик Зуктор по-родски Да, доносчик Зуктор по-одесски Да Дело же не в том, что только названия Сзади и идут одеты и лозунги По субботам По секретам По секретам Барабан 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 Блок Да, так вы говорите Вот таможене Это все? Нет Нет Это студенты Это театральные коллективы Это артисты Это многочисленные маленькие театры Которые есть в Одессе Это знаменитые ребята Из разных театров А как таможенники реагируют Вот на такие лозунги Ну, я вам могу сказать Что опять же по старой традиции Все-таки вот у меня я привез специально Вот такой план Вот этот план утверждается Вот этот план смотрится Не говорят нет Не говорят не делай Но хотят, чтобы было эстетически красиво Чтоб народ понимал что Чтоб смеялись Потому что Еще раз повторяю На протяжении колоссального количества По расстоянию Ведь стоит приезжий народ И одесситы то же самое То есть ты идешь как по живому коридору Вот показывали То есть живой коридор идет А вы вышли на параде Или вы стояли на площадке Как почетный гость? Нет, я не был почетным гостем Я был еще ответственным за эту колону А я думал вы шли с каким-то транспарантом Все уезжаем в Израиль Транспарант был один Рация где мне докладывали Где хвост, где середина, где голова Не понял Вы живя здесь продолжаете как бы руководить Я вам сказал что театр блинком едет обычно на Юмарину А меня естественно вызывает в оргкомитет Где-то есть даже моя визитка по оргкомитету Есть такая, есть такая Мы попозже чуть покажем Красивая Сейчас Игорь нам покажет ее Да, тут написано Юмарина 2007 оргкомитет А вообще это большая организация оргкомитет? Человек 25 Сейчас мы так сделаем Чтобы нести Юмарина Вот она на экране Потому что Красиво Все видят Там задействовано очень много служб Которые нам очень нужны и важны Милиция, пожарная, скорая помощь, охрана Ну понятно И тогда то, чтобы это было Мне просто интересно, что вы как бы Живя здесь Держите руку на пульсе там Ну а что остается делать? То есть они чувствуют необходимость тех людей, которые уехали Все-таки они понимают, что люди уехали неплохие И просто так терять не надо Себя же надо похвалить Наверное Скажите, а только вас как бы приглашают? Или все-таки много одесситов, живущих в Америке Имеют какие-то контакты в Одессе? Я не думаю, что так много Дело в том, что я и театр Блинком А теперь уже при содействии одесского землячества Которое появилось позже Ведь в 2000 году организованы И по сей день проходят Каждый год в сентябре 2 сентября день рождения Одессы А 14-15 сентября обычно дни Одессы в Нью-Йорке В прошлый раз вот в сентябре был И у нас гости в студии Вот Татьяна Феденко Она с городом полкома Они съели раньше, чем пришли к нам в контактах Так что вот то, что говорил Боря по поводу Одесского землячества, могу сказать то же самое Ведь нет традиционных дней Одессы Простите, Москвы Или Санкт-Петербурга Или Киева Ведь только одесситы вот так вот Опять же сплотились и проводят себе вот такой красивый праздник И я вам скажу, что за эти 8 лет Здесь было более 90 актеров Из Одессы Здесь были одесские бизнесмены Здесь был одесский практически весь горы с полком Который отвечает за работу Ну им, наверное, приятно приезжать в Америку Может быть еще в этом все дело Очень довольны Довольны Но вы хорошо их встречаете Но они тоже там поднимают, так сказать, тех людей Которые спонсируют поездку Которые вывозят футболистов, артистов, КВНщиков и так далее То есть там проводится достаточно серьезно Скажите, а вот как вы думаете Жизнь... Мы потом включим телефоны, послушаем наших зрителей Ну, в принципе, вот жизнь людей из Одессы Выходцев из Одессы, которые проживают здесь в Америке Как бы жизнь этих людей становится немножко теплее, интереснее Благодаря тому, что вы делаете такие контакты с Одессой И одесские представители бывают Ну это безусловно Как вы считаете? Я просто говорю, это общение всегда существует То есть у них ощущение, что они полностью оторваны и ломаны Что когда приезжают народные артисты Сатосова, Крупник, Демская, Ширина, Дуда, Бойко Ну Боря, я уже не помню там, но все, Долина То есть у них есть ощущение, что как бы они продолжают жить в Одессе Единственное, что Дерибасовская поменялась на Брайтона Да, мы стараемся Да, мы часто забываем, и я говорю, вместо того, чтобы я иду на Брайтон, я говорю, я иду на Дерибасовскую А, да? Да, очень часто это происходит, я себя ловлю на мысли, одергиваю и тут же изменяю свое направление А скажите, вот у вас газета «Одесса на Гудзоне» Она, о чем? О жизни одесситов в Нью-Йорке или о жизни одесситов на Чужом море? Значит, что там новенького? Имеется материал, две полосы Что там новенького в городе Герои Одессы? А, вот так, да? Там и там Да, и что новенького здесь, что происходит в нашей общине Кто с кем встретился, что происходило, что происходит и что будет происходить Есть определенная реклама тех мероприятий, слово ужасно советское Всего того, что будет происходить, и мы должны рассказывать людям Ну, я смотрю, ваша газета, вот я помню, там, несколько лет назад, когда вы первый раз пришли, там, 4 года назад Она была тоненькой, а вот сейчас она толстее, толстее, толстее Ну, 80 страниц уже 80 страниц? Да, уже шестой год она издается, и рекламодатели с удовольствием идут в нее, в газету Но я не понимаю, с одной стороны, все жалуются, что вот, как бы, русская пресса свое отживает, что все это уже уходит А у вас, а вы толстеете Она специфицизская Благодаря тому, что вы держите руку на одесситах? Конечно, конечно Или они на вас? Они на мне, это верно Вот видите, вы настроили меня вот на такой, знаете, веселый, хороший Я все время так, вот возьму так Я бы, соответственно, съел, но у нас все прерыв рекламный еще через несколько минут будет Это надо было больше отрывков показывать За это время мы могли еще Вообще-то у нас любят задавать вопросы, отвечать вопросом же Например, Сарочка, почему ты не спрашиваешь, как ты себя чувствуешь? Сарочка, как ты себя чувствуешь? Ой, даже не спрашивайте Боря, как вы себя чувствуете? Ой, даже не спрашивайте Нет, 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 там в Одессе есть совсем другой ответ Когда спрашиваешь, как ты себя чувствуешь Нет, даже не Но это Жванецкий, это классика Это не Жванецкий, но это хорошее Это классика, конечно Скажите, Дэвид Дело в том, что сегодня в передаче Сегодня в передаче, уважаемые телезрители Есть еще один участник Вы сейчас его увидите после перерыва Он появится И просто за столом у нас стол не очень большой И так получилось, чтобы хорошо всем сидеть Нам больше достанется Да Мы решили, что во время перерыва один участник у нас поменяется То есть я И вот, да, Дэвид уступит место Скажите, пока вы еще в эфире И пока вы еще с нами Пока вы еще не сели в той стороне Да, я не начал там пить Скажите, пожалуйста Есть какие-то совместные такие проекты Которые вот Юморина, которая прошла там Вы как-то участвуете здесь в Нью-Йорке? Ну, естественно Театр Блинком всегда, так сказать Ну, он живет здесь А вот я имею в виду Та сторона, та сторона, Одесская сторона Каким образом она участвует в Нью-Йорке? Одесская сторона участвует в Нью-Йорке Только на дне Одессы в Нью-Йорке Но А как она участвует? Каким образом? Присылает делегацию, это да Они дают спонсора Они делают визовую поддержку Они делают ту работу, которая должна делать та сторона Без которой мы здесь не поднимем все остальное Но, дай Бог, если в этом году 15-го числа об этом будут говорить И мой сменщик, и Борис Пройдет первая Юморина в Нью-Йорке, как положено То я думаю, что на будущий год Я уже подключу, так сказать, более серьезные силы К нашей организации в Нью-Йорке По новой Юморине, которая будет и там Почему мы делаем день рождения в Одессе И через две недели день рождения Одессы в Нью-Йорке? Ну вы просто любите день рождения не раз в году Это как не в песне В песне дается раз в году, а раз в два И второе, теперь мы подумали с одесским землячеством Что ежели 1 апреля Проходит там Юморина Почему не сделать эхо Одесской Юморины 15-го числа И утрубить это дело ежегодно? Опять на вопрос нужно отвечать вопросом А почему бы и нет? А почему бы и нет? Да, а скажите, а молодежь во всем этом деле участвует? Там или тут? И тут, и там Ну тут мы еще будем говорить Там практически Все на молодежи Да, да, да К сожалению здесь нам сегодня это посложнее Не, 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 у нас тоже молодежь Здесь средний возраст 80 лет в Америке, пожалуйста Правильно 60 лет Но нам все равно посложнее, там их больше Ну потому что действительно Вот вы говорите 80 тысяч одесситов Одессит Одесситов 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 Спасибо Живет здесь, в Нью-Йорке Их становится больше или меньше? Я не думаю Больше, ну рождаются же Рождаются Вот это мой каверзный вопрос Рождаются Как бы, да, но они Рождаются А одессит они? В душе Ну не может быть иначе Я знаю нескольких людей, которые в 10, вот здесь родились дети, да И в 10, в 12 лет они брали и берут своих детей Едут в Одессу и показывают Вот то, что Ну я просто считаю, что в 10 лет еще миловато Надо бы чуть постарше Хорошо Потому что все равно Вот Одесса, есть Одесса И одесситы, есть Одессит Бывших одесситов не бывает Точно Бывших одесситов не бывает Дэвид, я хочу вас поблагодарить, что вы Имея, в общем-то, я представляю, какой багаж Когда вы ехали Возвращались из Одессы Не было багажа И вы с собой все-таки взяли какие-то продукты натуральные Естественно Это органическая пища, я понимаю Как положено Но мы не забываем, что вот эти вот Глечики, это из кафе Глечик Варенье тени из Одессы А, это это спонсор Это кафе Глечик, наш спонсор Хорошо, я хочу сказать, что Почему я это говорю? Потому что мы сейчас уходим на рекламный перерыв И вы будете отдыхать Так что еще раз большое вам спасибо За то А это я оставляю Это вы оставляете, мы вам тоже оставим Мы оставим тебя Уважаемые телезрители Сейчас мы сделаем маленький рекламный перерыв Не волнуйтесь, я слишком много И мы в гостях пить и есть не будем Мы просто вам покажем рекламу А сами А сами будем ждать встречи с вами Что мы детям читаем Подонки, а что сделали с песней? Руки прочь от детского творчества Два притопа, три прихлопа Подъеду я к тебе близко-близко Поверну своей рукой мою ручку И раскрою сразу все свои фишки Подарю все штуки С улыбкой из Израиля Гастроли по Америке и Канаде В музыкально-развлекательном, песенно-юмористическом представлении Принимают участие звезды израильского телевидения, кино и эстрады Мы вам гарантируем два часа смеха, музыки, песен и нескончаемое удовольствие С улыбкой из Израиля Иначе любовь, иначе любовь Вот что это такое Вот что это такое Вот что это такое Лев Лещенко с юбилейными концертами в Америке Золушка – это сказка, любимая всеми с детства Гений Сергей Прокофьева создал яркие образы ее персонажей По признанию музыковедов, Золушка – это одна из выдающихся балетных партитур 20 века Золушка в исполнении артиста в Московском фестивальном балете на сцене театра «Миллениум» С вами Борис Стенцер и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам» «Контакт по понедельникам» – это хорошее мероприятие, особенно когда к тебе в гости приходят хорошие гости, а одесситы – прекрасные гости Сколько юмора, сколько тепла, сколько, в общем-то, человеческой заботы Вот вы видите, человек специально, Дэвид, вез из Одессы органические продукты, чтобы прийти в гости, как это делается, в хорошей одесской семье Ну, а сейчас я хочу представить вам нового нашего гостя Это наш журналист Игорь Казацкий, журналист «Дэвидзен Радио» Игорь, здравствуйте Здравствуйте Борис, вы налили Игорю, все нормально у нас Игорь, я налил, я хочу себе налили, я налил вам, Борис, я налил Игорь, теперь себе Да, все нормально, то есть у нас все нормально Ну, Борис, я вам скажу, сидеть со стороны, смотреть полчаса на вот то, что происходит на столе Я вам скажу честно, это пытка, дорогие друзья Владимир, вы чувствуете себя хорошо? Я сейчас начну себя чувствовать хорошо Я вам сразу вопрос, чисто одесский, а что вы обедаете на завтрак? Мацу как бы, да Да, да, у нас все есть, огурчики, пельмешки, все есть, спасибо Игорь, ну, хорошо, выпейте немножко Давайте, давайте, потому что За Одессу, да, чтобы все у нас было хорошо За встречу Я, как опоздавший, должен сказать, какой-то короткий тост А вы знаете, вот я сейчас сидел, смотрел шествие, вот это то, что было по юморине, по Дерибасовской Там не было одного плаката, вернее, его не показали, но я его хорошо запомнил Он мне очень понравился, я считаю, что он имеет просто философский смысл А один за всех и все за Одессу Там был такой плакат, шикарный, я считаю, это как тост просто Прекрасно, тогда я хочу вас другое спросить Хорошо Вы не просто журналист, Дэвид Зараджа, вы еще и один из руководителей одесского землячества А главное, как я понял, у вас предстоит интересное мероприятие Очень интересно Да Как это называется у вас? Ну, во-первых, я просто отмечу, что мне очень нравится слово «одесского» Одесского, в моем произношении Да, но это моя рука Да Это моя рука Значит, дорогие друзья, у нас в этом году, на самом деле, совершенно потрясающее начинание Я даже, как-то, как говорится, боюсь сглазить его, наверное, да? Юморина на Брайтоне 15 апреля В это воскресенье, ближайшее, которое будет, 12 часов дня У нас сбор У нас есть такой красивый даже флайер У нас сбор На Брайтоне, на Бордвоке Давайте, наверное, не удастся Давайте, я буду диктовать числа, а вы будете рассказать Значит, сбор на Бордвоке в 12 часов дня Напротив Оушен Парк Секундочку Итак, мы говорим о чем? А Юморина на Брайтоне Юморина на Брайтоне Это первый раз в истории человечества? Первый раз в истории Нью-Йорка, Бруклина, Брайтона, всей Америки Такого еще здесь не было Это почему вдруг такое произошло? Вам стало завидно? Завидки взяли за Одессу? Я бы сказал, в лучшем смысле этого слова Я просто подумал, мне, я один, а мы все подумали Почему там может быть, а здесь нет? Что здесь, ради не Одесситы живут? Что разве мы не смеемся? Разве мы не рассказываем анекдоты? Разве мы не говорим какие-то хохмы? И так далее, и так далее То есть вы соберете на Брайтоне хохмы рассказывать, что ли? И это тоже Я сейчас в двух словах расскажу, что там будет Но я просто говорю, что я часто, как Боря, тоже говорю, что я пошел на Дерибасовскую Я не говорю, что я пошел на Брайтон И такое бывает, это автоматически происходит Это нормально, кстати Итак, это будет воскресенье А, это следующее воскресенье Следующее воскресенье Следующее воскресенье А вот, которое вот будет Да, да Но В 12 часов дня Боренька, можно я скажу такую вещь? Значит, у нас, эта неделя, у нас, у Одесского землячества Насыщена колоссально интересными событиями Значит, я сейчас очень кратко проанонсирую И мы время сейчас вернемся Я хочу сказать, я хотел, уважаемые телезрители Вас, как бы, проинформировать Вот то, что мы сегодня рассказываем Это не просто вот об Одессе И о детском начинании, и о Марине Я хочу рассказать вам И в нашей передаче О том, что, в общем-то, это хороший пример Для любого землячества Не обязательно Я уверен, что шутят не только в Одессе Шутят во многих городах И вот то, что проводят сейчас И то, что будет сейчас рассказывать Борис и Игорь Это хороший пример о том Как они до этого дошли И каким образом вы могли бы тоже это сделать И как вы дошли до этого В лучшем смысле этого слова мы дошли Ну, во-первых, значит, землячество живет и существует Одесское землячество живет и существует Несмотря на прорицатели, которые говорили, что мы развалимся Мы не будем о них говорить Не будем говорить, бог с ними Значит, у нас сейчас очень хорошо работает Плюс ко всему, так сказать, что мы делаем Уже на регулярной основе Так называемая Одесская гостиная Два воскресенья в месяц в шорфронте У нас большая комната У нас потрясающе интересное мероприятие С огурчиками? И бывает и с огурчиками Иногда Бывает и с огурчиками Архитекторы, журналисты, поэты, писатели, киношники А это одесситы или это... В большей степени одесситы Больше степени одесситы Бывают и гости, да Да, бывают и гости Значит, громадную работу проводит наша одесситка Член Совета директоров Регина Авербух Она потрясающе все это организовывает Это то, что на постоянной основе А вот такие события, как юморина, как прочие Это как разовые большие ивенты Это раз в году Юморина это раз в году Это раз в году Итак, следующее воскресенье в 12 часов дня Да А что надо делать? Надо на себя кто-нибудь одеть? Значит, одевайтесь смешно Одевайтесь смешно Возьмите транспаранты в руки, плакаты Намажьте себе лицо красками Сделайте какой-то нос Все, что угодно Самое главное, прийти нужно с хорошим настроением Прийти нужно с улыбкой А вы не будете выдавать настроение? Мы будем выдавать, кстати говоря, мы будем выдавать купоны На настроение? С 10% скидкой на еду в ресторане Татьяна Которая является генеральным кормильцем всей юморины А вот я хотел спросить вас Да Скажите, вот провести вот такую вот юморину Это, наверное, ну как вам сказать? Дорого 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 Наверное, как-то бизнесы, да, помогают вам? Русские бизнесы? Естественно, у нас хорошие спонсоры Во-первых, мощная поддержка от ассоциаций бизнесов Брайтона Хорошая поддержка Есть такая ассоциация Шорфронт Вайпера, который я уже говорил Очень мощно нам помогает Еврейский центр на Брайтоне Еврейский центр на Брайтоне Далее, я уже сказал Главный кормилиц ресторана Татьяна Главный поилиц Что это будет всех кормить? Вот всех, кто придет А, только с 10% Дело официально Так, Борис Как директор Юмарины 2007 в Нью-Йорке Делаю официальное заявление в камеру Дорогие друзья Все, кто приходит 15 апреля в 12 часов дня И принимает участие в карнавальной колонии Которая будет двигаться От Оошен Парквей до Конья Ален Получают Ничего Ничего не получают Купон 10% Пусть они просто придут Они сначала пройти должны Хорошего настроения Давайте сделаем так Есть главный поилиц А кто еще? Еще есть Я сказал главный кормилиц Главный поилиц Геннадий Дозорцев Вино Дозорцева Это главный поилиц Дальше Главный информационный спонсор Естественно Дэвидсон Радио И еще Главный закусочный спонсор Кафе Глэчик Кафе Глэчик Да Это их Глэчики Ну Глэчики Есть еще много других спонсоров Очень много А передачи не хватит Не хватит времени Да Я просто хочу сказать Что это возможно только создать На том условии Что Поддержали Вот какие-то бизнесы Какие-то Люди конкретные Поддержали Это мероприятие И ничего не получилось Дорогие руководители бизнесов Пожалуйста Есть еще вакансия Есть еще вакансия Есть еще вакантные места На спонсоршив Приходите Пожалуйста Другой Я хочу телефон один сообщить Дорогие друзья Это информационный телефон По которому люди могут позвонить А могут узнать Да Пожалуйста Запишите пожалуйста Дорогие друзья Телефон 718 878 4508 878 4508 И вы можете узнать Что же у нас будет Так и да Происходить на Юмарине На Юмарине И все И анекдоты можете послушать Кстати тоже По этому телефону В большом количестве Но это дополнительно На 50 центов Бесплатно Две ванят тысячи По фри Но я знаю Одесские шутки А теперь опустите Два раза На этот раз По фри И мы можем даже За это выпить И я гарантирую Это правда Игорь Скажите пожалуйста А вот еще У вас там Объявление Что это такое Значит Это неделя Очень насыщенная В жизни одесского землячества Я очень коротко Я понимаю Что здесь Вредники стынут Да Вредники стынут Итак 13 апреля В 6 часов вечера Персональная выставка Исака Ваншельбойма Приуроченная К 85-летию Этого замечательнейшего человека Одесская Это выездная У вас Секундочку Я хочу понять Вот вы делаете Юморину Но в принципе Вы делаете неделю Одессы Не неделя Это просто так совпало Что на этой неделе Сложились мероприятия А вообще Они у нас регулярно идут Вот в эти персональные выставки Встречи с интересными людьми Это тоже здесь А как много членов Вашей организации О это секрет Это секрет Это почти что Как в Пентагоне Давайте Потому что появятся завистники А зависть Она черная А у вас бывают перебежчики Из Санкт-Петербурга Перебегают в Одессу Бывает Приходите Борис Вы будете первым Я из Москвы Приходят люди на самом деле Берут документы Заполняют заявления И потом говорят Вы знаете Вы извините Я не родился в Одессе Но я так люблю ваш город Я так люблю ваши анекдоты Которые вы рассказываете Весело Я люблю приходить в вашу компанию У вас так непринужденно И хорошо Примите меня в землячество Принимаемся Вот такой Арнольд Малиевский Журналист Он говорит Я в душе Одессит И я в ваш Он приходит на все наши мероприятия Есть много таких людей Хотя он из Баку Есть много таких людей Кстати сказать В этот же день Когда будет и Марина В три часа дня Детский шахматный турнир На приз Одесского землячего Нью-Йорка В три часа дня Шорфронте Я вот хотел спросить Вот это вот мой вопрос Который всегда Уважаемые телезрители Одну минутку Сейчас мы Во-первых покажем вам номер телефона И будем с удовольствием Общаться с вами Пожалуйста посмотрите Запишите номер телефона По которому позвоните в студию И участвуйте в нашем разговоре Я бы даже с удовольствием вас угостил чем-нибудь Но я даже не знаю Пока еще Вот телетранспортация не происходит Я вам не могу послать К сожалению Но мое настроение Настроение моих гостей Я надеюсь это самое главное Что вы сегодня получаете Через телевизионный экран RTN WNB А скажи пожалуйста Вот молодежь Вот это самое интересное Для меня всегда Одесситы Молодые одесситы Как они участвуют Есть у вас молодежная Какая-то группа команда К большому сожалению Такого-то сформированного Уже нету Но Есть Ростки какие-то Появляются Того и надежда Что вот начиная уже с этого года Начиная с этих мероприятий Которые мы сейчас начинаем делать Вот первая ласточка Это шахматный турнир Молодежь будет подтягиваться Клуб Белая ладья Которым руководит этим клубом Михаил Кац Замечательный Это вот шахматный Замечательный шахматист Автор книг Потрясающий человек Да он очень много детей вкладывает Это наше совместное мероприятие Это единственная Детская студия Работа с детьми Или есть еще какие-то Такие Мы планировали Мы с Борисом уже обсуждали Мы хотели сделать Детскую спортивную команду Но опять-таки Нужны спонсоры Потому что Детей нужно одеть Детей нужно тренировать И так далее Если мы пробьем это дело Мы хотели сделать Детскую баскетбольную команду Черноморец Одесскую Бабскетбольную Баскетбольную А может быть и футбольную Команду Черноморец Почему? Она имеется, Черноморец, с школами. Я не буду рекламировать. Нет, нет, нет. Нет, никаких. Хорошо, понятно. Скажите, вот юморина. Юморина это один день, да? Давайте я какую-то двухсловую скажу, что будет. Так и да. Так и да. Мы собрались на Бордвоке напротив Ошен Парковой в 12 часов дня. Музыка играет, клоуны ходят, флажки, шары. То есть все, что происходит на массовом празднике. Швыц идет. Да. Для тех, кто не понимает по-французски швыц, это шумно сильно. А в 12.30 колонна двигается. Очень медленно. По Бордвоку. Я хотел сказать по Дерибасовской. Это посмотри. По Бордвоку, естественно. Колонна движется. Очень медленно, с прибаутками, шутками, с весельем. И здесь делается первый привал. Так называемый привал. Где-то примерно в час дня. Это все раскладываются ручники, как у нас сейчас на столе. Борь, кто трезвый, тот привал. Кто не трезвый, тот прилег. Да, привал прилег, присел, как получится. Значит, мы останавливаемся на пятачке, где кафе «Волна» и кафе «Татьяна». Вот на этой пятачке. Не важно. Останавливаемся. Пока я сейчас... Там у нас идут конкурсы с призами, с выдачей, как говорил Бендер «Слонов» и подарков. И так далее, и так далее. Татьяна подкармливает. Татьяна подкармливает, да. Волне наливает. То есть, как положено все. Все понятно. Давайте послушаем Дору из Нью-Йорка. Может, она хочет добавить к вашему шествию. А, пожалуйста. Дора, пожалуйста. Вы с нами в студии. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я сама одесситка уехала из Одессы более 30 лет назад. О, и все еще чувствовала себя одесситкой. Но, как только включила телевизор, сразу подключилась к этой передаче. Да, да. И к своей радости увидела своего одноклассника Довида Тожнянского. Ух ты. Которого тоже не видела, правда, даже больше, чем... А почему... Можно вас спросить, Дора? Маленький вопрос у меня к вам. Да. Вы одесситка, 30 лет. Чувствуете себя одесситкой? Как всегда, как все одесситы. Тогда вопрос такой. А вот вы бываете в обществе, как называется оно, землячество одессита в Нью-Йорке? Как-то даже не подозревала, что оно существует. О, это камешек в ваш огород, господа. Это не камешек. Вы хотите что-то спросить, чем? Это целая скала в нашем городе. Я бы хотела пожелать всяческих успехов в проведении всех мероприятий. И надеюсь, что будет это происходить более часто. И поможет многим людям встретиться, которые мы друг друга не видели. Прекрасно. Спасибо большое. Спасибо. Но я хочу, Боря, я немножко хочу и вам, ваш как бы огород. Я не понимаю, что Одесса на Гудзоне не печатает объявления своих? У нас, мы печатаем, но у нас не хватало контакта с вами, сэр. Если бы у нас был контакт с вами почаще, и вот передача... Ну, я согласен, вот у меня контакт нравится. Еще бы он не был согласен, когда приносят огурцы, вареники, конечно. А у вас часто будет из Одессы приезжать люди с огурчиками? Ну, мы можем подсуетиться и здесь, в общем-то. Мы добудем, мы знаем пароли. Короче, вы понимаете, что есть люди, которые еще не совсем хорошо знают о вашем землячестве. К сожалению. Мы учтем. И, кстати, она живет в Нью-Йорке, она не живет в Сан-Франциско. Я вам как официальное лицо, официальному лицу скажу. Я сегодня пресс-атташе одесского землячества Нью-Йорка, потому что я вот как Путин не смог продержаться дальше в роли президента, перешел в пресс-атташе и того же желаю Путину, кстати. Я буду все-таки курировать и контролировать этот вопрос, чтобы информация об одесском землячестве Нью-Йорка распространяла все больше и больше, во-первых, по самому Нью-Йорку, ну и так дальше из-за его окрестностей. А вот я помню, я помню, год назад, когда были гости из Одессы, там был зам мэра, мэр, стоял вопрос о том, что в Нью-Йорке есть одессское землячество, есть оно, кажется, где-то и в Лос-Анджелесе. В нескольких городах еще есть. Да. И контактов, вот в тот момент, год назад, ну не год, полгода назад, чуть больше, мне было сказано, что у нас контактов никаких нет. А что-то изменилось в это время? Ну не совсем так, контакты были символические, так сказать, как интимная жизнь у пожилого человека. Вот мы сейчас хотим эти контакты перевести на постоянную основу, то есть в перспективе, а в перспективе есть совершенно нахальная идея. Кстати, ее подсказала Татьяна Федиркова, вот эта замэра, что была, сделать всеамериканское землячество одесситов. Если духу хватит, если мы все-таки немножко качественно и количественно, с помощью Доры, которая вступит в наши ряды, и с помощью других, которые еще не знают о нашем существовании. И заодно встретиться с завидом-то ужинским. Да. Если мы будем расти, 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 и войдем в ту квоту, про которую сказал Борис, это 80 тысяч одесситов в Большом Нью-Йорке, тогда, может быть, мы возьмемся за то, что мы будем сооружать уже всеамериканское землячество. То есть у вас будет тогда юморина от Нью-Йорка до Австралии. Да. Ну а пока мы послушаем, что скажет нам Мара из города Бостон. Здравствуйте, Мара, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, господа. Передача интересная, но, как мне кажется, это показывать стол, где находятся маца и свинина, это святотатство. Тем более, что праздник Песок еще продолжается, и, если я не ошибаюсь, он кончается только вечером. Только вечером. Вы знаете, я вас понимаю. Мара, спасибо. Значит, я хочу ответить сразу, уважаемые телезрители. Когда гости мои пришли с маца, потому что все, кто присутствует сегодня в студии, это все евреи, которые придерживаются определенных традиций, и маца для них. В то же время мы... Ведь сейчас каждый человек, который смотрит, кто-то относится к еврейской религии, кто-то соблюдает христианскую. Я бы не хотел, и среди одесситов тоже есть много людей, которые не евреи, которые соблюдают христианские традиции. И мне не хотелось, я подумал о том, что было бы, наверное, не очень красиво по отношению к ним, если бы мы как бы только показывали только маца, маца, маца. А ведь, в общем-то, вчера в новостях и раньше мы все время рассказываем и о христианских Пасхе и праздниках. Поэтому, поскольку я разговаривал с людьми, с ведущими, которые сказали, поскольку это все одновременно происходит, поэтому никакого такого большого не будет греха, если мы уважим и тех людей, которые соблюдают свои праздники, свои конвергации. Так что у нас как бы это не является какая-то особая церемония, это просто уважение к всем людям, которые смотрят сегодня телевидение Артен, и которые отмечают эти праздники. Кстати говоря, Борис, а по поводу времени дня, в Петропавловске и Камчатском уже полночь. Да. Кто у нас на дне сейчас? Алло? Плохо слышно. Владимир, Нью-Йорк. Здравствуйте, Владимир. Да. Алло, Владимир, вы с нами? Я сюда, да, я держу трубку. Я плохо. Уберите, пожалуйста, звук вашего телевизора, и тогда вам будет хорошо слышно и меня, и мне, вас. Алло, Владимир, пожалуйста, звук вашего телевизора. Да, я вижу, что... Вообще-то в Одессе жило более ста национальностей различных, и сегодня живет. Он интернациональный город. А вот скажите, среди Одесситов, это очень хороший, кстати, вопрос, который Мара задала. Она права, по большому счету. Да, конечно. Но, с другой стороны, скажите, как много среди Одесситов, вот здесь живущих, вот есть неевреи, люди христиане, люди мусульманской, может быть, религии? Мы не можем сказать в процентном отношении. Мы не ведем такую статистику совершенно. Но среди нас, Одесситов, много, большинство евреев, но есть и украинцы, и русские, и татары, и кто угодно. Это Одессит. Это звучит гордо в любом случае. То есть, вне зависимости от, скажем так, национальности, Одессит, Одессита понимает. Да нет. Или, как говорят в Одессе. Или, мы можем хором с ним ответить. А вот тогда я скажу наоборот. Да. Вот вы бываете в Одессе. Вы были в Одессе, да, Борис, уже недавно я слышал. Скажите, пожалуйста, а в Одессе остались евреи? Или вот только приезжает Дэвид со своей командой? Идет по Одессе Рабинович. И люди его вслед тыкают пальцами, и спрашивают, один подходит и спрашивает, скажите, Рабинович, вы действительно последний еврей в Одессе? Он говорит, нет, я последний идиот. В ответ на ваши вопросы. Очень жизненный. К сожалению, он такой не может. Вы взяли, посмотрите в свою газету. Ну, а куда же вы подсматриваете? Это ваш, как бы, источник, источник мудрости. Флаг, флаг имперед. Флаг в руки имперед. Помните, как говорил, по-моему, Ленин, да, любите книгу. Аня Горький сказал, любите книгу источник знаний. А Боря, любите Одессу на Гудзоне, источник юмора. Хорошо, Игорь, скажи, пожалуйста, вот это Юморина. Кого вы привлекали? В Одессе привлекаются студенческие театральные группы, театры маленькие и так далее. В Юморине тоже участвуют какие-то профессиональные группы? Вопрос понял. Я сразу говорю, вопрос понял. Мы пошли по другому пути. Учитывая, что наш местный народ не очень любит организовываться в разные там пионерские дружины и добровольные народные дружины, мы пошли по другому пути. Мы решили сделать такой чисто как бы социологический эксперимент. То есть просто завел им всех. Приходите все, там будут наши помощники, организаторы, дружинники, которые помогут людям встать, будут говорить, куда двигаться, в какой момент смеяться нужно, в какой момент нужно похлопать. То есть все организовано, да, все продумано. Но как таковых, предположим, команда беременных жительниц Сигейта или что-то в этом роде, такого у нас не будет. У нас не будет заорганизовано. Стихийно все приходят с большим удовольствием, нет никаких ограничений. Потому что когда строишь коробку, а кто-то остался за бортом, как-то обидно получается. А так все, кто хочет, пожалуйста, приходите. Тем более за купоны 10% О купонах мы молчим. Молчим. Хорошо, все понятно. Но вообще у вас есть какая-то мысль каких-нибудь, есть же театральные студии? Есть какие-то театральные группы? Я могу сказать такую вещь. Это сложно очень. Я могу сказать такую вещь, что мы их задействовали на финальной стадии всего праздника. Потому что мы остановились на привале, как я сказал. После привала колонна пошла дальше. И мы рассчитываем, что все-таки мы заказали хорошую погоду на этот день. Получили уже подтверждение. Апровал уже получили. Связи. Как любят говорить тетя Соня, апровал получили. И там будет большой концерт, там будет сцена стоять. И вот эти коллективы творческие будут там задействованы. Там будут выступления, песни, танцы. Это в конкурсе, как вы думаете? Примерно в полвторого это начнется. Примерно в половине второго дня. В течение часа полутора будет шествие. Колона пройдет с конкурсами, с раздачами призов и так далее, и так далее. Там в колонне будут клоуны работать. Может быть, даже цыгане будут работать, которые тоже любят посмеяться. А в полвторого уже будет концерт. И довольно, я думаю, будет неплохой. В полпятого мы закончим. Нет, боже упаси. Мы должны закончить в три часа. А почему? А что, в три часа? Следующая колонна. Вот в этом же вся проблема. Что здесь, к сожалению, в отличие от Одессы, там нет такой заорганизованности. Ну, закончили в пять, так в пять. Ну, полшестого, так в полно. Ну, кто вам считает, что вы съели шестой варенник, понимаешь? А здесь, получается, вот полиция сказала. Три часа ровно, и все. И никаких дел. Кстати, по поводу полиции. Полиция с нами сыграла первоапрельскую шутку. Ведь вся юморина должна была состояться именно первого апреля. И все было запланировано. И когда поехали туда, вот в участок за пермитом, полицейские говорят, вы знаете, мы совсем забыли, что у нас в этот день еще два мероприятия, мы вам не можем пермит дать, потому что у нас не хватает личного состава на охрану вашего. И нас перевинули на 15 часов. Кстати, по этому поводу можно рассказать анекдот. Смотри, какой человек, у него все по поводу анекдот. Одессит собирается на рыбалку. Все приготовил, завел будильник на пол пятого и лег спать. Жена проснулась в пол четвертого, встала, тихо поломала все удочки, разорвала все снасти и леску, выпрямила все крючки и легла в кровать. Прижалась к мужу. Ей оставалось до смерти ровно один час. Хорошо, ну а теперь мы послушаем, что нам говорят наши зрители. У нас на линии, алло, Катя, коннекты тут. Алло, здравствуйте. 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 Как там в коннекдинге? Есть одесситы в коннекдинге? В коннекдинге хорошо, мы еще не закончили, провожаем Пасху нашу. Борис, уберите, пожалуйста, с рушника мацу, пожалуйста. И если вы справляете сегодня Пасху, оставьте себе куличи и это, уберите мацу. Лучше вам нужно было талос одеть сегодня, но мацу не класть на рушник. Вот видите, поэтому мы и сделали все, чтобы было все, потому что одесситы тоже все. Мы должны быть терпимыми, уважаемые телезрители. Это вот одна из сторон нашей жизни, умение быть терпимым. Умение относиться терпеливо к другому человеку. Никто не нарушает никаких других традиций. Я уверен, что кому-то это нравится, кому-то кажется это странным. Но может быть мы должны уметь какие-то вещи смотреть более широко. Ну, я уверен, что большинство наших телезрителей понимает, что все, что сегодня происходит, оно происходит в рамках вот такого хорошего разговора одесситов, которые делают свой праздник, делают свою юморину на Брайтоне. А мы с вами просто участники вот начала вот этого такого доброго, хорошего времяпровождения, которое собирается сделать на Брайтоне в Нью-Йорке. И думаю, что в других городах последует тоже этому примеру. Кстати, я могу сказать, дорогие друзья, если вы не успеете позвонить в студию, позвоните в Одесское землячество 718-878-4508. Выскажите все свои претензии по поводу огурцов и всего прочего. Мы дадим вам всю-всю-всю информацию полностью. Или наоборот поддержку огурцов и всего прочего. Да, давайте продолжим еще. Григорий Ищенко, здравствуйте, Григорий. Добрый день, господа. У меня к вам есть вопрос. Тут прозвучала такая вот мысль, что какие-то купоны 10% будут раздавать. Я в Чикаго, если будут раздавать, я приеду 15-го. Замечательно. Приезжайте, приезжайте, Григорий. Почтите, это не распространяется на билет от Чикаго до Нью-Йорка. Если вы чувствуете, наши люди живут в Чикаго. Ради 10% купона я уже куплю билет. Все, мы вас встречаем персонально. Спасибо. Укажите, пожалуйста, в телеграме и по телефону номер рейса. Игорь, пришлете вы лимузин. Карета будет подана, конечно. Спасибо вам большое. Хорошо, прекрасно. Окей, уважаемые господа, наше время передачи. К сожалению, истекло. Это только начало вашего праздника, вашей юморины на Брайтоне и ваших новых планов. Поэтому я желаю, чтобы все, что вы наметили, так оно и свершилось.